Доброе утро! Левицкий Дмитрий в эфире, программа Рестораторы, сегодня вторник. Рад снова оказаться здесь. Как сказал уже в анонсе, действительно, наверное, самая жаркая неделя в году с точки зрения ресторанного бизнеса наступает в России. Ну, если не брать новогоднюю неделю, пожалуй, да. Самая жаркая в плане обмена опытом, продвижения своего бизнеса, новых знаний, новой информации. Стартует сегодня выставка PIR. Я после эфира туда непременно отправлюсь и всю неделю до пятницы буду там находиться. С удовольствием вас туда приглашаю. Если вы были слушателями нашей программы на прошлой неделе, мы говорили с организаторами этой выставки о том, что там будет, как там все будет. Действительно, самое большое событие отраслевое. Плюс Москов Баршоу, то, что отдельно нам приятно, как двигателем барной индустрии. Второй год проходит барная выставка, посвященная барному делу. Плюс каждый вечер по всему городу будут проходить специальные вечеринки. В общем, будет весело. Я знаю, что действительно много рестораторов съезжаются в эти дни в Москву. И не только из разных городов России, но и из других дорубежных стран. И у нас сегодня в эфире иностранный гость. Игорь Сахамлин приехал к нам из Украины. Доброе утро, Игорь. Доброе утро, Дим. Да, привет. Спасибо, что заехал на Огонек. Знаю, что ты тоже приехал на выставку, да, и мы с тобой вместе туда рванем. Да, если я правильно понимаю, после окончания нашего эфира. Вот мне тут обычно продюсеры пишут, ну, как правильно гостей представить. Ведь каждый там по-разному, да, хочет. Кто-то говорит, царь, просто представьте меня, да. Вот Игорь себя представляет так. Зажигатель чешковета в эспрессо-борчашка на Украине. Ну, мы знаем Игоря в разных ипостасях. И эспрессо-борчашка – это не единственное твое ресторанное увлечение. Давай первую часть чуть посвятим тебе. Тебе будет приятно. Людям приятно говорить о себе. Да. Я не исключение. Вот, да, вот, давай о тебе поговорим. Самый первый вопрос, который мы обычно задаем всем нашим рестораторам – «А ты вообще кто?» Потому что тут кого только не было – журналисты, да, и авиаконструкторы, и кого только не было – людей разных абсолютно. Вот начнем с этого вопроса – «А ты вообще кто?» Ты вот на кого, собственно, учился-то? Я вообще учился на экономиста. Плохо. Было же, я вообще учился плохо. Да, вообще учился плохо. Первое образование – была попытка стать инженером со специализацией ЭВМ. Но попав в студенческий театр эстрадных миниатюр, я понял, что не туда. В общем, и в итоге я получил экономическое образование и долгое время занимался рекламой. Ага, ты занимался рекламой. Да, да, да. Горячо любимой всеми слушателями рекламой и околорекламными какими-то проектами. Дизайн, архитектура, связанная с рекламой и так далее. Вот. Понятно. Ну, теперь, соответственно, внимание, вопрос на таком. Как же Игорь из всего этого стал ресторатором в какой-то момент? Когда все началось-то? Ты почему вообще стал ресторатором? А потому что, я думаю, что история типичная для провинциальных рестораторов, коим я, в принципе, с удовольствием всегда говорю. Привет, я из Чернигово. Я провинциальный парень. Раньше был провинциальным рекламистом, теперь я провинциальный ресторатор. Вот. В общем, началось все в 2007 году. Я жил в Киеве, но бизнес мой был в Чернигове в том числе. И мне нужно было где-то питаться. И мы с коллегами решили, что просто невозможно так жить дальше. И в 2006 году мы начали строить наш первый ресторан, ресторан «Велюров». Вот он в исторической части маленького древнего Чернигова любимого. Вот. После этого мы решили, что нам негде вечером хорошо выпить виски, станцевать на столе и так далее. И мы построили пивной паб «Вареникс». Вот. После этого мы открыли, конечно же, кофейню, потому что нам нужно было завтракать. После этого. Ну и так далее, и так далее. В общем, сейчас седьмое заведение мы достраиваем. Оно уже в Киеве. Это первое мое заведение в Киеве. Это будет эспрессо-бар «Чашка», горячо любимый. Вот. Собственно, почему так происходит? Потому что, ну, там есть концепция ежа, чем нужно заниматься. Понятно, что там рынок должен быть достаточным, чтобы было интересно. Ты должен это делать лучше других. Бла-бла-бла. Я ее доработал четвертым сегментом «Чего тебе не хватает на данной территории». Вот мне не хватало конкретно этих вещей. Как и аристопрактик в Украине. О чем пойдет. Сейчас про них, да, поговорим. То есть сейчас, ну давай, то есть сейчас твоя ресторанная империя состоит из каких заведений? Прекрасная ирония. Да, да, прекрасная ирония, да. Из каких заведений? Вот семь это что? Седьмой это чашка. Значит, велюров, вареникс, шарлотка, вареничные черниковские стравы и три чашки. И три чашки? Да. И я так понимаю, что ты, в общем, собираешься концентрироваться на чашках в дальнейшем. Да. Открывать сеть кофеин, кофе и двигаться дальше. Не только, Дима. Есть еще много интересных затей, и руки чешутся. Много чего тебе еще не хватает. Да, да, но невозможно быть чемпионом по бадминтону и дзюдо одновременно. Ну, наверное, возможно. Хорошая ирония, аккуратнее, сейчас вы тут шутите так. Я много лет занимаюсь бадминтоном, поэтому без шуток. Дзюдо. Дзюдо нет. Понятно. Слушай-ка, ну давай, да, вот про вторую твою ипостась. Здесь это кабары-дуэт ресторанной практики. Это, ну, для слушателей, да, в двух словах скажу, что это некий ресторанный ивент. Ну, назвать его конференцией, язык не поворачивается, чтобы не формировать у слушателей неправильного впечатления о том, что это такое. Ну, некое ресторанное сборище. Форум. Ну, ресторанный форум, но он такой довольно живой. Неформальный. Неформальный, неформальный. Без нафталина, без олдскульных рестораторов и так далее. Ну, в общем, это такой ресторанный ивент, который... Я прожил 2010 год в Москве. Так случилось. Я приехал спасать свою любовь в Москву. И в 2010 год я прожил здесь. И, конечно же, я пошел на 8 тем ресторанного бизнеса, который ПИР проводит. И потом, через год я уехал в Украину и понял, что просто это не только мне не хватает, а рынку не хватает. Рестораторы, среди рестораторов в Украине не принято прямо было отвечать на вопрос. Ну, на прямой заданный вопрос не принято. Принято было увиливать, как-то не делиться информацией. Я считаю, что это глупо и что это нужно делать. Я увидел, как это происходит. Я предложил ПИРу сделать это в Украине. Ну, ПИР поговорил с руководителями, которые были у тебя в эфире. Они решили, что пока что, видимо, рано. У них очень много масштабных проектов, уважаемых мной, здесь, в России. И все. Мы с моей коллегой и партнером Авророй Огородник, с которой мы составляем кабарет-дуэт, кабарет-дуэт-аристопрактики, сделали первый форум. Год назад или полгода назад? Это было в марте. Вот как поится в песне, это было в аваторник. Вот, это было в марте этого года. После этого, ну, он прошел с успехом столько раз одновременно спасибо мне не говорил никто никогда. Даже благодарные гости, выходя в три часа утра из паба. Вот, и мы решили продолжить. И летом мы сделали Рестокэмп, на котором я встретил одного прекрасного бородатого мужчину. Да-да-да, вот сейчас вы с вашей иронией, да. Я был, да, на Рестокэмпе, хочу сказать нашим радиослушателям. Действительно интересные ивенты. Что тебе в данном случае не хватало? Что тебе? Ну, ты у тебя, на самом деле, открывал достаточно много заведений за, там, сколько там, да, пять лет, там, неполных. Так, куда тебе еще руки хватают заниматься, и времени хватает, и рук хватает заниматься еще и ивентами. И зачем они тебе нужны, я не пойму. Ну, во-первых, это бизнес. Во-вторых, меня от этого очень вставляет. Мне очень нравится. На аристопрактиках я преодолел болезнь публичных выступлений. И, по сути, я могу сказать, что мне всегда нравилось собирать людей. Я собирал коллективы какие-то там театральные, собирал коллективы застольные, вот, и так далее. И это вот то же самое. У меня папа был тамадой на свадьбах, понимаешь? Я все свое детство провел на свадьбах. А что делает тамада? Он собирает, организовывает и веселит. Ну, все, я это и делаю. Ну, только так, только еще немножко образовываю. Потому что на аристопрактиках принято делиться практикой. Если спрашивают что-то, какое у вас эффективное промо, там, для вашего формата, вы считаете, Арам Михайлович, спрашивает участник, например, там, из Донецка, то, скорее всего, Арам Михайлович отвечает. Вы уволены. Ну, то есть принципиально не увиливать, отвечать. Я понял тебя. Хорошо, Игорь. Ну, как мы договаривались, да, мне бы хотелось построить наш с тобой беседу вот в двух, да, направлениях. С одной стороны, поговорить именно о, ну, о ресторанном бизнесе в Украине, да, чтобы мы понимали, вот, да, наши российские слушатели в основном, что происходит в братской стране. И потом мы еще вернемся там к аристопрактикам, да, и у тебя же в октябре снова будет, да, этот ивент. Ну, и там в двух словах, наверное, поговорим об этом тоже. Давай, вот касаемо ресторанного бизнеса, да, в России и в Украине. Ну, больше будем говорить про Москву и Киев. Хотя нет, ну, про Украину. В Украине много разных мест и много разных городов. Вот ты действительно жил и там, и там, и в Москве, да, какое-то время провел. В Киеве, в Чернигове, и по Украине, я так понимаю, ездишь достаточно регулярно. Судя по твоей ленте в Facebook, ты там бываешь и, да, и Львов, и Одесса. Ты меня читаешь? Я тебя, я слежу за тобой. У меня есть мания такая, я слежу за всеми своими знакомыми. А давай, сейчас мы уйдем на новостную паузу, да, а после этого, ну, вот поговорим о том, как развивается ресторанный бизнес в Украине и что там вообще происходит. Новости. Поехали. Да в асинхронно что такое, мне пишут тут продюсеры из, я не знаю таких слов. На экране у меня тут происходит какое-то общение со мной продюсеров. Итак, ну, да, поговорим о сравнении рынка России и Украины. Мы попросили нашего общего знакомого, Александра Мусатова, который долго работал и в России консультантом рестораном, да, и уже, я так понимаю, два года работает или больше даже, да, живет в Киеве и работает там. Прокомментировать его видение, да, вот сравнение российского и украинского ресторанного рынка. Давайте попробуем, да, пустим в эфир. Работая плотно на ресторанном рынке Украины с 2010 года, могу однозначно сказать, что рынок развивается. Да, он, конечно же, и это не только мое мнение, мнение и самих участников рынка, он отстает от российского, в частности, от московского рынка по развитию. Кто-то называет цифрой 5 лет, кто-то 10 лет. Но то, что я могу сказать однозначно, на сегодняшний день тенденции однозначно положительные. Это упор уже в стороны сервиса, это выход на какой-то уже достаточно приемлемый уровень по качеству блюд. В том числе появляется очень много иностранцев, шеф-поваров, которые готовят действительно шедевры. Но, как всегда, традиционно остается открытым вопрос оперейтинга, управления рестораном. Здесь, в общем-то, от Москвы, в частности, и от России ресторанный рынок не очень сильно отличается. Проблемы с менеджментом, проблемы с кадрами. В общем-то, здесь Украина не является какой-то эксклюзивной страной. Александр Мусат, исполнительный директор компании «Рестим». Ну, Игорь, тебе слово. Согласишься, не согласишься? Однозначно соглашусь в отставании. Я думаю, что порядка 5 лет. Ну, кроме отставания, всерьез отличается Москва от Киева тем, что Москва во много раз больше. И каждый сегмент, даже узкий, он гораздо емче. Вот. И Москва – это такое путешествие по ресторанам бывшего СССР. В Киеве живет намного меньше, так сказать, общин. И нету, в общем, нету такого большого количества сегментов, которые представлены здесь. Ты имеешь в виду именно национальную направленность заведения? Да, 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 да. И что касается менеджмента, безусловно, слабее в Украине в целом и в Киеве в частности ресторанный менеджмент. Это однозначно. И поскольку слабее менеджмент, слабее ресторанный консалтинг в целом. Ну, то есть, как только приезжает известный российский консультант или неизвестный, или среднеизвестный, он сразу становится успешным, потому что уровень выше рынка, выше всего. И такая получается легкая маленькая монополия. То есть, откуда вообще черпаются знания рынком? Я думаю, что, как обычно, черпаются знания от зарубежных консультантов, в том числе и российских, из путешествий, из практик за границей рестораторов и так далее. Слушай, ну давай, ну вот расскажи, действительно, вот что из себя представляет Киев, какие концепции. Вот я, действительно, я несколько раз был в Киеве, но как-то все время по делам и не могу сказать, что у меня нет вообще никакого представления о том, что такое ресторанный рынок именно в Киеве. Вот честно тебе скажу, то есть какие-то точечные заезды куда-то, да, они, конечно, полного впечатления никак создать не могут. Вот что это такое? Какие сети есть большие, да? Вот что за компании есть большие? Есть огромные компании, которые много лет на рынке, Козырная карта, Мировая карта, много сетей, ну, бессмысленно перечислять. Есть молодые живцы, которые строят сети, Дима Борисов выстраивает сейчас свою сеть довольно быстро, эффективно, вот. В общем, рынок довольно живой. Ага, ну вот эти крупные ваши самые большие компании, это сколько ресторанов, сколько они оперируют, сколькими ресторанами, ну, там порядок нам может быть. Ну, порядок может быть 50, может быть 70, может быть 100 ресторанов, ну, то есть это не 5. Ага, ну, если у тебя 7, а ты причисляешься, видимо, к молодым, да, бойким. То есть крупнейшие ресторанные компании на Украине оперируют, да, там, ну, под сотню. Вот не готовил этой цифры. Понятно. Ну, это, наверное, уже не только Киев, да, это, наверное, уже и другие города. Конечно, это вся Украина, конечно. Скорее, пожалуйста, такую вещь. Как себя чувствуют российские сети на Украине, есть ли они? Ну, я знаю, что есть, да, вот мне интересен твой взгляд на этот счет, насколько они, а, во-первых, кто это, кто у вас там оперирует, да, из наших, кого-то, кто мелькает, как они себя там чувствуют, да, вот на твой взгляд, меняются ли они, торгуют ли они в итоге салом? Я не могу сказать, насколько хорошо, я думаю, что они средне хорошо себя чувствуют, поскольку средний чек ниже значительно, чем в Москве, и многие не готовы работать на более, на менее доходном рынке, вот, он живой, но денег меньше, вот, сети есть, честно говоря, даже не хочу перечислять, не будем рекламировать, они есть, они работают, но их не очень заметно. Ага, то есть они не, ну, как бы... Они не делают погоду на рынке вообще, но это, в частности, касалось и ритейла, вот, и с ритейлом вообще, но сегодня не об этом, вот, и ресторанные сети, ну, как бы, ну, Екитория хорошо себя чувствует, планета гостеприимства. Ага, планета гостеприимства там, что, с бару развивает там, да, или какие там они развивают? Они... Окей, я так понимаю, что есть и твои конкуренты в кофейном деле, от нас приехавшие. Конечно, кофе-хаус, шоколадница. Как они себя чувствуют там? Чудесно, ну, вот они как раз... Чудесно, потому что кофе-хаус здесь не чувствует себя не очень чудесно, если честно сказать. Ну, у них большие выстроенные сети, украинских сетей кофейных не было, и они поят, так сказать, тем, чем поят, и... Ну, рынок это с удовольствием пьет, потому что альтернативы большой нету. Нету сетей, да, кофейных в Украине? Ну, больших, вот таких вот, так, чтобы выстроены были они так массово, нет. Ага. Я тебя понял. А международные все эти какие-то ресторанные присутствуют у вас? Макдональдс. Макдональдс. Я думаю, еще какие-то присутствуют, кроме Макдональдса, ну, то же самое, самый яркий игрок, безусловно. Ага, я понял тебя. Ну, то есть, как бы, все-таки превалируют ваши украинские ребята и так достаточно определяют, да, что есть рынок. Ну, а тоже взять те же самые крупные ваши компании, ну, какие их концепции просто интересно знать, наиболее распространены. У нас есть, например, Росинтер, да, Росинтер делает там Эль Патио, да, там итальянские рестораны. Он представленный у нас, конечно же. И у вас есть. Да, конечно же. Но тоже не превалирует. Ну, я думаю, что они хорошо себя чувствуют, но это не так массово, как у вас, безусловно. Они хорошо себя чувствуют, я думаю, что они будут развивать украинское направление. Вот, в Украине, отличие украинского рынка от российского в том, что в Украине самая любимая кухня – это украинская. Вот, так как мы понимаем себе украинскую кухню, ну, вот такую простою, мы сейчас можем сделать там 10 блюд с тобой, перечислить, и вот это вот будет самое, в принципе, любимое, если сделать срез, кухня в Украине, которой могут питаться ежедневно. Думаю, что это отличается от России. Но мы не любим украинскую кухню так, как ее любите вы. Я видел, как ты ел сегодня завтрак. Да-да, я уже, да, прорекламировал. В анонсе, что ты нам сегодня готовил завтрак. Здесь у нас радиослушателям расскажу эту небольшую тайну. У нас, ну, одно из моих заведений, дорогая, я перезвоню, находится буквально в двух минутах ходьбы от радиостанции. И в шоу-бизнес люди попадают через постель, а мои гости попадают в программу через кухню, дорогая, я перезвоню. Какое-то время назад с подачи Кати Дроздовой гости, приходящей на мою программу, начинают с того, что готовят завтрак на нашей кухне. И уже, да, и готовили Меркуловую на той неделе, и готовил Ваня Шишкин. Впереди у нас Анец Фасман, бывший управляющий кофеина. Айзи Каре уже там готовится делать завтраки. То есть перед каждым эфиром мы едим обалденные завтраки. Вот я начинаю получать удовольствие от своей работы. А сегодня Игорь нам готовил чудесный завтрак. Опиши его сам, что там было. Это было тастадо по-украински. То есть мы сделали тастадо, но не с хамоном, а с копченым салом. Сало копченое на сливовых веточках. Оно имеет определенный вкус, запах, цвет. В общем, парни даже у меня отняли мои кусочки. Это правда, да. Мы вот с Алексеем Савиным, когда наш продюсер попадает на всю эту раздачу такой замечательной халявы, он, конечно, тоже тут поучаствовал в завтраке. То есть ты хочешь сказать... Я могу продолжить, могу продолжить. Меня кормить? Сделать еще и обед. Давай, давай, я только... Давай, давай. Самая популярная концепция, с моей точки зрения, беспроигрышная, это украинская. В Украине. Естественно, итальянские концепции, естественно, японские. Думаю, что скоро будет бум лапши. Вот. Слушай-ка, ну вот это странно ты мне говоришь, потому что, ну, традиционная сегодня самая популярная московская еда, это, конечно, такая русская национальная кухня, как мы шутим постоянно. Салат «Цезарь», да, паста карбонара и все, что, в общем, там, рукава с креветками. Ну, такой традиционный набор русских народных блюд, которые уже, мне кажется, ну, пора ставить в учебнике классической русской кухни, потому что какой русский не любит салат «Цезарь» с креветками, ну, такого, по-моему, нету. И ты можешь изобретать, там, вот мы все время с нашим, там, бренд-шефом, ты можешь изобретать любую, какую угодно еду, да, но продавать ты будешь салат «Цезарь» и паста карбонара. Ну, я условно говорю, да, то есть традиционный набор. Неужели в Вашей, в Украине, люди салат «Цезарь» не предпочитают, там... Дима, в АБЦ-анализе салат «Цезарь» в своей категории чемпион, если в этом заведении он продается. То есть стоит его поставить, и украинская кухня уходит на второй план? Я думаю, что, ну, я не пробовал, ну, вот, например, вареничные чернигивские стравы, там нету салата «Цезаря». Ну, просто, я думаю, что мы сами себя бы расстреляли, если бы мы поставили салат «Цезарь». А стравы — это что такое? Блюдо. А, понятно, а то ты говоришь на украинском, а у нас... Да-да-да, я могу заговорить. Мы должны, нет, на русском... Вы, кстати, должны знать, да, должны понимать. И отец Украины генетически должно быть записано. Да, вот, и, конечно же, все это популярно, конечно же, все пьют мохито, и едят «Цезарь». Ну, суши с лососем-то, ну, по-любому суши с лососем. Ну, суши с лососем, конечно, родину продать, конечно. Какая украинская кухня, когда суши с лососем. Вот, но в целом, если мы говорим массово, то это самое успешное, беспроигрышное. Если ты не сделал, там, большое количество факапов, ты будешь успешен практически в любом сегменте, в нижнем, в среднем и даже в высоком. Мне, например, очень интересен украинский сегмент, и думаю, что мы его будем развивать. А вообще есть сети национальной кухни у вас, которые прям вот... Сети только национальной кухни? Ну, которые вот, да, поставили основой. У всех больших сетей есть национальные ресторанные бренды. Вот, и у Козырной карты, там, и у всех остальных. Вот, они есть, они успешные. Тарас Бульба, знаешь такую сеть? Да, они открылись в Киеве. Не так давно, да, они открылись в Киеве, они давно уже известны в России, и достаточно популярные рестораны, я не знаю, доводилось ли тебе думать? А знаешь, почему, да? Это вообще украинская кухня, или нам так кажется? Ну, это такая украинская кухня с шароварщиной такая, знаешь... А шароварщина это что? Ну, шароварщина, ну, я имею в виду там вот все вот эти... То есть это так, как представляют Украину... Россияне. Да, 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 да. Ну, это неправда. Я подняюсь спрашиваю, правда или неправда? Ну, то есть девушка должна быть в веночках, в определенной юпочке, должен быть подсолнух, несколько кувшинов, глэчиков называется, и так далее. Ну, и вот все такое. Может быть так... А еда-то? Еда? Аутентичная, настоящая? Она правильная? Да. Ну, как правильная? Мне трудно оценивать, насколько она правильная я давно у них был, но это простая украинская еда. Там будут деруны, там будут вареники, там будет борщ, там, ну, вот... Вот они открылись на Украине, и это был такой, я просто читал про них материал, да, что они давно собирались, но вроде как украинская кухня, и им надо в Киеве хотя бы для галочки что-то открыть. Успешных ресторан там? Я не думаю, что они произвели взрыв. Они находятся в хорошем месте. Я был у них пару раз, зал был пустой, вот. Я спросил у сотрудников, где же гости, вот. Они говорят, вечером будут. Ну, в общем, ничего необычного на рынок они не принесли. Ну, понятное дело. Хорошая, простая, понятная рынку концепция. Послушаем новости, что-нибудь интересное наверняка произошло, пока мы здесь с тобой за светской беседой проводим время. Да, здравствуйте. Я традиционно забываю объявить вообще все наши контакты, и потом наши продюсеры на меня ругаются и говорят, Дима, слушатели, как всегда, хотят нам писать, звонить, и им даже некуда писать и звонить. Поэтому объявляю вам мобильный Игорь Сухумлина, которому вы можете звонить весь сегодняшний эфир. Сейчас он находится на номере 495, код 6510996. Это телефон нашей эфирной студии. Звоните, пожалуйста, мне, звоните Игорю, если у вас есть вопросы, комментарии по этому поводу. Писать на сайт Finam.fm, форум нашей программы. А СМС, что мы отменили? Или СМС работает? Да, и есть еще СМС 5533, если я правильно помню, со слова «я» должно начинаться ваше сообщение, там пробел, потом вы можете написать СМС и все, что угодно. Вот кто-то уже звонит, а нам пришло вот сообщение от Алексея, как раз вот в Торе тебе, в противовес. Игорь, побывав в Киеве, на центральных улицах, так и не нашел в большом количестве аутентичных ресторанов. В основном кофе и суши. Много европейской кухни. Почему местная кухня не так популярна? Вот, а ты говоришь мне. Да ты врешь, сидишь. Спасибо. Назвай меня врун. Пришел Игорь Сухамлин врать про ресторанный рынок Украины. Да, да, да. У нас есть на связи Дмитрий. Вопрос, не знаю, какой у него вопрос. Не написали мне продюсеры, какой у него вопрос. Ну, давайте послушаем, какой у него вопрос. День добрый. Да, Дим. Да, добрый день. Такой у меня вопрос. Вообще, насколько сложно открыть иностранному гражданину ресторанное дело за рубежом? Потому что идея, общая идея заключается в следующем, что на всяких курортах горнолыжных, как правило, на горе удается питаться в фастфуде и тому подобных заведениях, что совершенно не полезно. И очень, очень я могу ответить, смогу сказать за большинство людей, катающихся, русских, наверное, украинцев, скучаем по борщу на горе. Сейчас, Дим, вопрос о том, как открыть где-то вообще за границей ресторан. Или в Украине ты хочешь сказать? Насколько это сложно, за рубежом открыть ресторан. Потому что есть идея, именно за рубежом открыть рестораны русские, национальные, украинские, национальные кухни. Я понял, Дим. Хорошо, спасибо большое. Видимо, люди почувствуют тебе экспертов в открытии ресторанов за рубежом. Не знаю, есть у тебя мысли по этому поводу, да? Вот про национальную кухню, видно, заговорили. Открой-ка ты ресторан где-нибудь в Куршавеле с украинской кухней. Вот тебе лучше бизнес не придумать. Что-нибудь можешь по этому поводу сказать? Да, могу сказать. Первое, сложно или нет, я думаю, что не сложно. Есть примеры. Много российских рестораторов открыло рестораны за рубежом. Есть украинские рестораторы, которые открыли рестораны и в Америке, и в Грузии, и так далее. Ну, то есть, это точно решаемый вопрос. Учитывать только нужный менталитет страны. У меня пока что таких планов нет, поскольку я считаю, твердо убежден, что открывать ресторан нужно там, где ты живешь. Я хочу там жить в ресторане, вот так. Хочу жить в ресторане. Но я тут тоже подтвержду, могу подтвердить слова Игоря. Мы год управляли рестораном в Праге, открыть его там не сложно, да, припонов и барьеров гораздо меньше, Дима, это могу точно сказать. Это вот тот вот славный ресторан Кнедлик и Левицкий? Кнедлик и Репаблик, это водка была такая. Нет, это был ресторан нашей сети, дорогая, я перезвоню. В Праге мы год им управляли. Совершенно несложно его там сделать, но доходность бизнеса в Европе, я думаю, в Америке она гораздо ниже. В Европе экономика стагнирует, в отличие от нашей, российской, которая, несмотря на все кризисы, растет и развивается, да. Поэтому, ну, условно говоря, если Москва сегодня говорит об успешности проекта в демократическом сегменте, если возврат инвестиций происходит за три года, то в Европе надо нацеливаться на пять лет и больше, потому что это конкурентная среда. Ну и такое было интересно, когда мы в Праге открылись, ну, открыли двери ресторана и стали заходить люди, и мы там начали с гостями разговаривать, а почему они там, почему другие не приходят? Вот новый ресторан в районе, на что нам пражские жители говорят, а что, ну, новый ресторан в районе, отлично, поработали лет пять, мы придем посмотреть, что у вас тут такое. Это у нас там новый ресторан открывается, все побежали смотреть, а у них новый ресторан открывается, ну и открывается. Он должен еще там поработать, постоять, отстояться, тогда они там поменяют свои привычки, потому что там есть ресторан, который 25 лет здесь, в нем еще мой дедушка там ходил обедать, да, и, конечно, поменять свои привычки, они так быстро не будут. Есть еще у нас вопросик, Елена у нас на линии. Да, Лен, доброе утро. Да, доброе утро. Вы знаете, очень приятная беседа. И главное, что мне приятны такие гости, профессионалы, которые именно будут за любовь к своему делу, за любовь к Родине, потому что, мне кажется, да, очень хорошо вы поговорите. А вопрос у меня вот следующий. У меня просто в некоторой смысле взять, причастен к вашему бизнесу, к общественному питанию. Он повар по образованию, он даже уже работал там и с ушефом и все такое. И хочет устроиться куда-то, вот, в крыльчное место, вот, чтобы вы ему порекомендовали. Ну, кроме грабель, там, елок-палок, то есть вот такое вот. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Лен, за вопрос. Ну, кажется, неприлично. Хорошо. Вот, да, ваше состояние. Я все-таки прошу... Прекрасный вопрос, я считаю. Да, я прошу слушателей вопросы с темой в программе как-то немножечко соизмерять, и, да, мы тут говорим о сравнении бизнеса России и Украины, а не на любые темы, связанные с рестораном, но все-таки, раз уж Лена, да, в эфире была, что ты можешь порекомендовать? Я могу порекомендовать, подумать, хочет ли он этим заниматься, потом оценить, насколько он веселый и командный игрок, и если он веселый, командный, возможно, обратиться к Диме. Я уверен, что с поварами, тем более хорошими, большая напряженка в любом регионе, в Киеве, в Москве, в Нью-Йорке, где угодно. Ну, то есть, если он себя чувствует силой, он должен просто прийти в хорошее заведение и сказать, я для вас. Я понял. Скажи, пожалуйста, Игорь, вот если уж про это мы заговорили, россияне едут работать в Киев? Есть такая история? Или это не массово, или это не бывает? Перекупают ли управляющих же поваров? Россияне едут, ну, первое, мы говорим о поварах? Я говорю про личности, да, то есть, ну, действительно, вот взять, купить повара в Москве. Это какая-то есть такая тема, или это не особо? Есть. Вчера буквально мы осматривали Одного повара. Отлично, отлично. Осматривали большую кухню национального спортивного комплекса Олимпийский. Мы там будем проводить арестопрактики. Следующая гигантская машина просто. Они одновременно должны накормить 3000 гостей. Вот. И там я встретил одного российского повара, который работал и в сети Новиковой, работал он и в Гинзе. Вот. И когда-то он приехал в Украину, по-моему, два года назад по приглашению одной из сетей. Я его приглашал, он делал дни русской кухни и кормил курником, вот, и правильными вещами у меня в ресторане Велюров. Ну вот, просто вот прям вчера я его видел утром. Не будем рекламировать его, он достаточно известен. Понятно. Я, со своей стороны, могу лень действительно добавить к словам Игоря, то, что хороший человек никогда не затеряется, если человек готов работать, нехватка профессионалов огромная и на рынке России, и на рынке Украины точно, особенно с поварами. Профессия повара мы неоднократно и в этой студии обсуждали, да. К сожалению, очень долгие годы была не слишком уважаемой профессии, не самые, может быть, талантливые, креативные люди. Не то, что не шли, не шли люди в эту профессию, да, потому что как-то у него имидж был не очень хороший, только в последние годы осталась ситуация меняться, и все рестораторы, и я, и Игорь всегда ищем ребят, которые готовы, с интересом, хотят, стремятся и относятся к профессии повара как к профессии, да, как видят в ней красоту, видят в ней действительно что-то большее, чем просто там поближе к кухне, подальше от начальства, да, всегда на продуктах, так что, я думаю, шансов полно. В Украине нету пока что таких звезд, поваров, как есть сейчас в Москве, ну, те вот, кто на слуху. Ну, если вы даже для телешоу пригласили Арама из России. Зимин, Шишкин, ну, Арам ведь не повар, он ресторатор. Ну, я в целом имею в виду, ну, как, он кухня имеет, все скинепо конечно, конечно. То есть, только формируется вот этот вот класс суперповаров. Рок-звезд. Да, суперповаров и рок-звезд, пока что их нету, пока что это, ну, там, старший класс для рок-звезд. Ну, они просто не очень медийные, и, возможно, есть они где-то, но никто о них не знает. Ну, это вопрос уже работы пиарщиков, маркетологов, имиджмейкеров, продюсеров и так далее. Слушай, хотел тебя спросить по поводу ситуации в регионах украинских, да, вот это, на самом деле, очень интересная история, хочу сказать радиослушателям, я очень много ездил по России и продолжаю, да, много ездить по разным городам. К сожалению, в России самобытных каких-то мест, самобытных концепций, самобытных регионов или городов, где развивается какая-то своя ресторанная история, крайне мало. В основном, это копирование Москвы, и ты видишь, да, опять-таки, Москву энное количество лет назад. Да, есть регионы, где есть своя национальная тоже кухня, и Байкал, и Дальний Восток, и особенно Приморье, там, где действительно, да, вся эта история есть. Ты можешь там видеть много национальных продуктов в меню, национальных блюд каких-то в меню местных, но это не будет интересная концепция, скорее всего. Это будет все равно, ну, некие там, ну, вот даже сейчас рассказать, что-то такого интересного, не так на пальцах одной руки можно перечислить. Я неоднократно слышал, что как раз регионы украинские славятся тем, что они не просто подражают Киеву, да, в развитии своем, а, ну, самобытно развиваются, и свои интересные ресторанные проекты присутствуют, которые некоторые киевляне могут быть поделиться, насколько интересного, да, можно там увидеть. Правда или врут опять? Я думаю, что во многом регионы в Украине задают тон в ресторанном бизнесе, а конкретно Одесса и Львов. Ясно, что есть еще Крым, в котором много, так сказать, черноморского ресурса, и там прекрасные заведения, но Одесса и Львов, они довольно долго, кроме того, что они делают хорошие рестораны, они себя активно продвигают, как ресторанные центры, и туда люди ездят поесть, но если Одесса говорит только о том, что у нас вкусно, ну, кроме всех прелестей Одессы, одесские рестораторы говорят, вот все, что бы вам не рассказывали, это все бла-бла-бла, вы только попробуйте, у нас вкусно, и у них действительно вкусно, это одесская такая, одесская кухня, одесская домашняя кухня, собранная из, я не знаю, там, украинской, еврейской, молдавской, вот, и там очень хорошие продукты, это просто вот бесконечное количество правильных продуктов, когда российский ресторатор приходит на привоз, на рынок привоз, он сходит с ума, потому что он может сделать все, он пробует, и это все великолепно, вот, Львов, он, кроме того, есть рестораны, которые, которые, как говорится, про еду, а есть рестораны, которые добавляют фана, шоу, вот, все говорят, люди не потратили ни цента на, и ни рубля, и ни гривны, на продвижение крыивки, все говорят о крыивке, это ресторан, в котором на входе спрашивают москалик, коммуняк и е, ну и так далее, давай, давай, расскажи, расскажи, это же интересная история, слушай, давай, если мы сейчас надо будет прерваться на новости, давай уж мы сейчас новости послушаем, хорошо, а потом вот несколько интересных примеров нам расскажешь, да, из своих ресторанных путешествий по Украине, да, было интересно послушать, вернее, к нам, потому что для нас это действительно, ну, необычная очень история, в России такого много не найдешь, может быть в Питере только, да, есть таких вот интересных объектов, энное количество, новости, москали есть или москали нету, может быть, мы с тобой говорили про это, про... Краевку? Не, 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 я хотел вернуться чуть назад по поводу Тараса Бульба, который пришел на Украину, может быть, имидж москалей мешает им? Я думаю, что кроме 10 человек или там 20, которые знают о том, что это часть российской сети, потребителям все равно совершенно, чья это сеть, какой сети, какой сети принадлежит Иль Патио или там Тарас Бульба, но ясно, что я спрошу, спросят еще там 20 человек, которые в теме, но люди, которые работают в этом квартале, в офисах, они придут, им все равно какая сеть, они съедят вареники, съедят борщ, выпьют там какой-то настойки, вечером после работы, ну, думаю, что это не играет никакой роли. Хорошо. Ну что, заключительная часть нашей программы, Игорь Сухомлин у меня сегодня в гостях, ресторанный деятель всея Украины, телефон нашего эфира, код 495-6510-99-6, либо вопросы вы можете писать на наш сайт, финам.фм, форум нашей программы, либо смс 5533, со слова я начинаются ваши сообщения, пробел, и все, что вы можете сказать. Игорь обещал нам рассказать про какие-то интересные свои наблюдения во время ресторанных путешествий по разным регионам Украины. Недавно у меня было два путешествия, одно путешествие в Нью-Йорк, гастрономическое барное. Отличный регион Украины. Да, да, да. Будем считать, что это регион Украины в будущем. А второе путешествие, это было во Львов. Ну, Львов тебе больше понравился. Я тебе могу сказать, что у меня после каждого путешествия есть в айфоне записная книжка идеи. И вот я после каждого путешествия смотрю, откуда много идей. Из Львова было больше, чем из Нью-Йорка. Да что ты! Да, Дима, да. Потому что баров было меньше, наверное, во Львове. Было много идей. Ну, давай, расскажи, что ты иногда с тобой интригуешься, интригуешь. Да что рассказывать? Есть чудесная сеть холдинг эмоций, фест, по-моему, они так называются. И вот у них вот эти заведения, Краевка, масонская ложа, кафе Мазох. Это они добывают кофе из-под земли. Ну, то есть, они из всего делают шоу. Они делают такие рестораны-музеи, рестораны с добавленной стоимостью, ну, как бы, шоу. Ну, расскажи какой-нибудь пример, шоу, что это такое. Ну, вот мы приходим в Краевку. Краевка это место, в котором прятались там воины УПА, украинской повстанской армии, вот, в годы, ну, понятно, какие годы, да. Вот. И на входе стоит человек, в правильной одежде. Человек спрашивает, есть тут москали или москали коммуняки есть? Ну, нет, надо правильно сказать, слава, ну, и так далее. То есть, из всего делается шоу. Ты спускаешься вниз, и ты видишь там, и ты видишь там правильный, ну, в общем, интерьер, который соответствует тому, как жили эти люди, там, в этих землянках, и так далее. Очень, очень интересно, если ты, например, можешь заказать коктейль, тельбуха москаля, это, как же перевести-то, ну, это требуха москаля, этого москаля. Сейчас жестко, ты рассказываешь. Но, так вот, я тебе рассказываю, что туда просто стоит очередь туристов из Москвы. Ага. Очередь, дико популярное место. Это же просто игра. Все любят всех. Ага. Ну, они, они рассказывают понятную историю, о понятных людях, как, какую кашу они ели, что они пили. Ну, и меню тоже, соответственно, аутентичное. Да, там нету цезаря, если я не ошибаюсь, и нету суши с лососем. Ага. Вот, стройная концепция. То же самое есть другие рестораны. Великолепный ресторан Монпьюз, очень уважаемый мой воркесар, Зуманяна, Кентавр. Они совершенно, в Киеве нету ни одного такого ресторана. В чем фишка-то? Да, во всем. Ну, то есть, у них, вот ты приходишь, и ты понимаешь, что у этого ресторана, у этого здания история, там, ну, может быть, 200 лет, или 300 лет, и они тебе рассказывают, что было здесь, там, ну, Львову много лет, да, он сохранился, он, он не очень похож на другие украинские города. И вот эта история, которая есть, они используют. В Чернигове такой истории, Чернигов был разрушен во время войны, нету вот этой архитектуры. Мы с тобой ходили в одном городе и говорили о том, что архитектура, хорошая архитектура рождает хороших людей. Вот там это все дышит ресторанными идеями. То же самое в Одессе. Истории меньше, вот, Одессе меньше лет, но они все ее сохранили, и она передается. Передается в заведениях. Конечно, ты придешь, и ясно, что надо будет форшмак заказать обязательно у Савы Липкина в заведениях, там, в стейкхаусе, в компоте и так далее. Это особый сервис, они по-особому готовят людей. Я очень в общем, но мне кажется, что вот два этих города, они всерьез задают тонн и на все ресторанные ивенты, конечно, приглашают ресторатора, ресторатора одного. главного из Одессы и там одного или двух из Львова и слушают их, открыв рот. Серьезно? Да, потому что... А они не пытаются в Киев приходить со своими вот интересными концепциями? Это невозможно. Она должна быть. Я думаю, что кто-то пытается, кто-то пытался и уже не пытается и тоже говорит о том, что мы делаем рестораны там, где живем. Вот. Кто-то планирует. то есть нет, хотя нет, львовяне открыли, по-моему, по франчайзингу львовскую майстерню шоколаду в Киеве, львовская майстерня. В общем, шоколад они делают. Мастерская? Мастерская, да, шоколада. Ага, я понял. Слушай-ка, ну вот про Дима Борисова мы ставим перерывы, упомянули, ведь он тоже там ворвался не так давно, да, в ресторанную среду Украины и делает достаточно самобытные проекты. Или не сравним? Да, 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 делает самобытные проекты. Он самый живой и самый медийный, самый экспериментирующий ресторатор сейчас в Киеве. То есть может быть у кого-то есть уже сложившиеся более успешные концепции, более доходные возможности концепции, более отполированные концепции. Вот. Ну, например, там у горячого, ну и уважаемого Сергея Гусовского, которого я считаю лучшим ресторатором безоговорочно Киева. Вот. А есть Дима, который стремительно ворвался, строит одно за другим заведение. Вот. И последнее заведение это первое, которое мне действительно нравится. Вот. Охота на овец. Охота на овец. И если... Очень вероятно, что мы будем причастны к одной аристопрактике. Я и Аврора будем причастны к одной из международных премий ресторанных. Вот. И если меня спросят, какое заведение я могу рекомендовать по оригинальности, по интересности концепции, то это будет охота на овец. А в чем прикол там? То есть, это мясо и Азия. Они называются так. Открытая кухня, работа-гриль. Интересный подход азиатский ко всему. Ну, все немного острое. острое. Даже кейк я заказывал, сладкий, но внизу в корже там немножечко красного, по-моему, красного перца. И, в общем, ты так раз и послевкусие ощущаешь. Он много работает с подачей всего. Ну, то есть, есть много замечаний. Ну, то есть, я, например, считаю, что нельзя заведение называть гастрономическим, если там курят кальяны. Ну, это просто, я считаю, такой этап. Но то, что он делает, это большая работа. Я думаю, что именно из Димы вырастет, ну, там, новый большой ресторатор Киева. Не через медийность, не через название искусственное, а через много работы. Столько, сколько он работает, не работает никто. Я понял тебя. Хорошо, слушай, давай, у нас осталось совсем чуть времени, а мне бы хотелось все-таки про рестопрактики еще одно слово сказать. И есть комментарий Александра Мусатова, исполнительный директор компании Рестим, который был у тебя участником неоднократно, да, твоих ивентов по поводу того, что он думает вот о организуемых тобой в сборищах. Ага, Что касается Реста Кэмпа, ресторанных практик, которые организовывал Игорь Сухомлин, товарищи, могу сказать, что это, конечно же, знаковое событие в Украине, потому что рынок активности выставок или конференций, да и вообще просто делового общения между рестораторами очень скудный. И то, что происходило в этом году осенью и летом, оно на самом деле взбаламутило ресторанный рынок. Ресторанные практики это однозначный тренд, который, я больше чем уверен, будет пользоваться спросом, популярностью на территории Украины. Если кто-то сделает на территории России, в частности, там, в Москве или в Санкт-Петербурге подобные вещи, больше чем уверен, это будет действительно иметь успех. И рестораторы давали очень положительные отзывы от этих мероприятий. Проплаченный отзыв Александра Мусатова. Довольно недорого взял. Саша, спасибо большое. Так в чем вопрос? Он все сказал за меня? Нечего добавить, да? В общем, принцип, я рассказал, принцип аристопрактик в том, чтобы все обязательно делились практической информацией. И второй принцип, все должно быть очень живо, неформально и весело. Никаких федераций, никаких ассоциаций, никаких нафталиновых экспертов, не рестораторов, которые, ну, вот просто бла-бла-бла. То есть, это вот практики собрались поделиться и пошутить друг с другом. Вот так можно сказать. Да, я подтвержу, поскольку был участником второго этого события, который был рестокэмп, целый лагерь на три дня. Мы жили там в пансионате как раз в Чернигове. В эко-отеле Шишкин. В эко-отеле Шишкин, да, Иван Шишкин нам готовил. Который не принадлежит Ивану Шишкину. он там готовил нам гал и ужин. То есть, это такие ивенты без галстуков абсолютно. То есть, это неформальная форма одежды. Это проходит никогда не в бизнес-центрах, как я понимаю, или что-то такого неформального. Вдохновляющих мест. Вдохновляющих мест, да, и действительно некое неформальное общение. Почему не хочется даже эти казенные слова конференции или форум применять? Потому что у людей сразу ассоциация возникает, там сидят рядами люди, сидят там спикеры за микрофонами, ничего этого нет. Все это очень неформально. Вот Саш сказал по поводу того, что если бы это сделали в Украине и в России, это бы тоже имело успех. Нет у тебя планов замахнуться на нашу территорию? Ну мы это уже сделали, уже замахнулись, сделали замах, просто все ждет своего времени, мы должны завершить год с мероприятиями нашими украинскими. Мне предлагали уже в этом году провести и рестопрактики, и рестокэмп в Москве. Мы думали о Питере, но в следующем году это будет в Москве. Ну я так понимаю, что твой же форум имеет такой подстрочник российско-украин, украинско-российский, все-таки. Ну там, я еду выступать, кто-то еще из России поедет выступать тебе в октябре. Кто у тебя будет из наших коллег? Будет Павел Костеренко из Friends Forever, будешь ты, будет... Ну Арам у тебя, да? Будет Арам Нацаканов, будет Елизарова. Как же так, кого я забыл? Если кого-то забыл, надеюсь, не обидится, будет господин Карпенко. А, господин Карпенко, известный господин Карпенко. Тот самый, вот, господин Карпенко. Ну, я думаю, вот и все. И на самом деле, такая была ситуация, когда мы формировали пул спикеров, два таких страшных слова, и все слушатели должны были заснуть, пул спикеров. Вот, то мы отказали около пяти спикерам, спикерам из России. Не было, не было возможности поставить. Очень хотят, очень любят россияне Украину. За что только непонятно. Совершенно понятно. Дополнительный рынок для консалтинга, да и просто съездить в Киев, это как-то очень душевно и хорошо. Ну, пожалуй, Киев, это все-таки не так далеко. И очень прекрасный город. Хорошо, Игорь, ну, спасибо большое, что был сегодня у меня в студии. Действительно, приятно тебя было здесь видеть. Спасибо за завтрак отличный, который ты с утра нам тут, ну, не тут, но в соседнем здании, да, приготовил. Игорь Сухомлин был у меня в гостях, зажигатель, чашковед, эспрессо, баре, чашка, часть дуэта, кабаре, ресторанных практик, ресторатор, организатор ивентов в Украине, надеюсь, в скором времени и в России. Мы поехали на пир, увидимся там, у хормейн менеджмент групп есть там стенд, так что, если пообщаться со мной, да и с Игорем, я думаю, там можно будет, пожалуйста, приезжайте, увидимся в Крокус Экспо, всем пока, через неделю услышимся. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok